Дорожный фонд Но он тогда только появился, да? Нет, в 2011 году его не было. Дорожный фонд у нас появился только в 2012 году. И в 2012 году он составил 3,5 миллиарда рублей. В 2014 году он уже составил у нас 4,4 миллиарда рублей. За счет чего формируется Дорожный фонд. Это у нас акцизы на нефтепродукты. Это дизельное топливо, масло, бензин и так далее. Плюс транспортный налог и другие виды пополнения. Сколько дорог сделали к концу 2013 года? Ну, смотрите, в 2013 году у нас было отремонтировано 412 километров дорог и 3 моста. Мы говорим сейчас о региональных или вообще? Нет, мы говорим сегодня о региональных дорогах. 412 километров. В 2012 году? В 2013. А в 2012 году было отремонтировано у нас всего 271 километр. Хорошо, а с 2011 годом, если сравним? В 2011 году особо ремонтов не было у нас, потому что выделено было всего 1 миллиард рублей. Все деньги практически уходили на содержание дорог. То есть это или ямочный ремонт, или это ремонт картами, ну не более 50 метров где-то что-то. Ну, заплатки, да, такие? То есть в 2011 году, если клали, то заплатки. Да, и зимнее содержание, которое тоже стоит денег у нас. От ямочного ремонта удалось уйти в 2013 году? Вы знаете, не везде. Конечно, ямочный ремонт остался, но ямочный ремонт, который производили в 2011 году, в 2010, конечно, он же у лучшего. И в 2013 году мы его стали делать более качественно. Ну, а в перспективе от ямочного ремонта все-таки будем отказываться, или все равно он останется? Мы уже начинаем отказываться. Как только мы дороги уже ремонтируем, у нас есть гарантия 4 года. За счет гарантийного ремонта мы будем делать, и желательно все-таки перекладывать уже дороги картами. Для понимания гарантийный ремонт, это значит, если какая-то яма, то выходит тот же подрядчик, который делал? Да, конечно, естественно. Он дает гарантию. Если это государственная организация Тула, Автодор делала, значит, это она делает. Если это какая-то другая организация, которая выиграла контракт, аукцион или конкурс на ремонт этой дороги, то, соответственно, делает она. Ну и в каких, получается, районах больше всего была отремонтирована дорога? Я имею в виду региональных. По каким районам? Что мы сделали в 2013 году, да? То есть, во-первых, первое, мы отремонтировали три моста, да? Мы заасфальтировали почти 412 километров дорог. Дальше, также мы работаем очень плотно и с федеральными структурами. Это управление дорогами Москва-Харьков. Это вы видели, да? М2, по новой М2 произведен ремонт. Там остался небольшой незавершенный участок. Он будет сделан в 2014 году? Эта дорога была разбита на 2 года. Осталось 8 километров в 2014 году, а они ее доделают. Также, вы знаете, злополучный мост, это через железную дорогу, это в районе метра, да? Да, по Калужскому шоссею. Да. Этот мост был рассчитан на 2 года ремонта. Люди с 18,5 месяцев все-таки сделали его там за 9 месяцев, ну, 10. Закончена серьезная работа по объезду города Советска. Это 3,9 километра в промышленную зону. Строительство дороги было вообще с нуля? С нуля, да. Приблизительная стоимость 160 миллионов рублей. Также, теперь по центральной улице города Советска, улица энергетиков, теперь большегрузный транспорт не ездит. Это очень важно. Все пустили в обход, да? Все пустили в обход. Также закончен серьезный путепровод, это на дороге Лопаткова-Ефремов. Скажите, в 13-м году наконец-то Тулабелев был отремонтирован? Потому что в 12-м, мы помним, целую историю была с Тулабелев. Да. В 12-м году выиграла компания у нас по Тулабелев спецстроим «Монолит». Работы не выполнены, идут суды. Также этот подрядчик внесен в реестр недобросовестных. И в 13-м году мы эту работу выполнили. Мы практически, да не практически, мы отремонтировали 90 километров этой дороги. Это задание выполнил Тула Автодор. Если именно по региональным дорогам говорить, строительство или реконструкция, или ремонт, какие крупных объектов нам ждать в 14-м году? Так, на 411,6 километра будет потрачено 2 миллиарда 781 миллион рублей. То есть в 14-м году будет сделано 411 километров дорог? Да. То есть мы половину дорожного фонда туда уйдем? Да, но мы планируем больше. Больше мы сможем сделать за счет чего? За счет экономии. Откуда мы возьмем экономию с вами? Это когда мы разыгрываем аукционы на поставку щебня, битума, дизельного топлива, ну и так далее. То есть у нас возникает экономия. Вот на эту экономию, на эту экономию, которая будет, мы также ее будем пускать на ремонт дорог. А когда уже приступят к работам на М2 старого направления? Весною. Сумма, заложенная на ремонт этой дороги, 246 миллионов рублей. И также основная дорога Туланово-Московск, это 36,7 километра. Сумма, заложенная, 320,5 миллионов рублей. То есть на Туланово-Московск на 14-м году тоже ждать ремонтных работ? Что там будет сделано? Полностью, полностью ремонт дороги. А что за асфальт будет укладываться? Ну мы пока планируем по старой технологии, это марка Б, на граните. Но может быть мы все-таки сделаем на щема. Что это такое? Щебеночный, мастичный, асфальтный бетон. В чем его преимущество? Ну просто мы слышали, что щебеночный, мастичный положили в Туле. Больше щебня. Если здесь у нас щебня гранитного доходит до 45%, то там почти 90% это только щебень. А не планируется ли расширение дороги Туланово-Московска? Мы хотим сделать две полосы в одну сторону, две в другую. И примерные сроки, когда этого ждать? Год, два, пять, десять? В этом году должны быть уже сделаны предпроектные, а дальше будем смотреть. Посмотрите, ремонт будет произведен в 2014 году, а реконструкция в планах? Реконструкция в планах. Посмотрим, сколько это будет стоить для нас. Давайте уйдем теперь в районы. Давайте. Насколько активно муниципалитеты участвовали в региональных программах? Летом было много критики, что не все муниципальные образования стремятся попасть в эти программы. Некоторые вообще там заявились на несколько километров. Давайте мы так с вами поступим. Вот в 2013 году муниципальным образованием было выделено 993,6 миллиона рублей. Все муниципалитеты вошли в программы. Все. Все до одного. Вопрос, все ли выполнили эти программы? Потому что есть те муниципалитеты, которые, допустим, дворовые территории не выполнили. Это какие муниципалитеты? Донской, Вузловой, Заокском. А почему не смогли? Подрядчик не вышел или аукцион не состоялся. Факторов много. Тогда для понимания, как давно не ремонтировали дворы? Мне так кажется, как построили дом в 1965 году, вот как на асфальт уложили, так и не ремонтировали. Ну, это мое такое. Но лет 30 точно. Много говорится о том, что недобросовестный подрядчик вышел на объект и за это сорвал сроки. Есть ли понимание, как бороться с недобросовестными подрядчиками? Это суд. То есть решает все, конечно, у нас суд. Ну и сколько сейчас дел в суде? В суде сейчас порядка, наверное, 10 дел. Это громкие дела. Это Сумароковский мост, это Тулабелев, это в Олексине есть суды, это суды есть у нас и в Донском районе. В 2014 году созданы муниципальные дорожные фонды. По какому принципу теперь муниципалитеты будут получать деньги на ремонт дорог? 10% из Дорожного фонда Тульской области выделено на финансирование муниципальных дорожных фондов. У нас муниципалитеты все бесхозяйные дороги поставили на учет. Есть точная цифра 7522 километра. Это они за 2013 год все поставили? Да, это было поставлено за 2013 год. То финансирование, которое мы выделяем для дорожных фондов муниципальных образований, сумма составляет 349,2 миллиона рублей. Вот мы берем эту сумму, делим на 7522 и получаем стоимость одного километра дороги. Ну и чем больше будет стоять на балансе муниципалитета дорог, тем больше он получит. Да, вот сколько дорог без хозяйного муниципалитета есть, вот мы сумму делим на километраж, у нас есть стоимость одного километра. А почему до этого муниципальные образования не торопились ставить на учет свои бесхозные дороги? Их же тогда обслуживать надо, а так можно не обслуживать. Всегда чиновник может отписаться, что дорога не наша, мы не знаем вообще она чья и так далее. У области амбициозные планы по ремонту, строительству дорог, а хватит ли материалов? Потому что в 2012 году была проблема с асфальтом, его везли из Москвы, пока довозили до Тулы, он остывал, использовать его было нельзя, была целая история. Как эту проблему решили в 2013 году? Нам бюджет выделил порядка 507 миллионов рублей на закупку техники. Мы на эти деньги купили два асфальтобетонных завода, производительностью 160 тонн в час. Каждый завод стоил 40-45 миллионов рублей, то есть 90 миллионов у нас ушло только на два завода. Один завод из них установлен у нас в Веневском районе, второй завод у нас установлен в Дубинском районе. Кроме этого мы построили два битумохранилища. Каждое битумохранилище обошлось нам в 26,5 миллионов рублей. Для чего мы построили битумохранилище? Для того, чтобы битум покупать зимой, когда он стоит 9,5-10 тысяч рублей, а не 15-16 тысяч рублей за одну тонну. Это и есть экономия. А до этого, значит, у нас получается битум покупался летом, в самый сезон, с повышенной ценой? Соответственно, плюс очереди, плюс бывает привезут, не привезут. Теперь у нас есть свой запас. То есть на сегодняшний день порядка 10 тысяч тонн битума мы можем покупать зимой по более дешевой цене. Что еще было закуплено на эти деньги? Закуплено асфальтовые кладчики новые, фегель, катки и хамы, комбинированные дорожные машины, масса техники. В этом году по дорогам Тульской области все увидели, как устанавливают новые остановочные павильоны. Сколько их в итоге было установлено? Мы должны были купить 400 автопавильонов. Мы разыграли аукцион. И что самое интересное, что мы понизили аукцион почти на 46%. Стоимость, да? Да, стоимость автопавильонов. И вот опять же мы говорим об экономии, да? То есть мы купили 369 и плюс по контракту мы дополнительно купили еще 10%, еще 36%. Чем он хорош? Он проглядывается со всех сторон. Это и безопасность в каком-то плане, что тебя не поджидает за углом кто-то. Теперь мы с вами видим, как валяется у нас мусор за остановками. Был ли посчитан ущерб от вандалов, которые часто демонтировали стекла из этих остановочных павильонов, разбивали? Почему часто? На сегодняшний день 40 остановок уже разобрано. Есть места даже, где разобрали даже лавки и крыши сняли. Но какой ущерб в итоге нанесли жители Тульской области жителям Тульской области? Мы приблизительно рассчитали на сегодняшний день, если остановку отремонтировать заново. Это где-то 17 тысяч рублей. В Туле острая проблема стоит с пробками. Много говорилось о том, что надо развивать общественный транспорт. Так что для этого делается? Ну вот смотрите, для того, чтобы все-таки транспорт в городе Туле старый. Старый? Старый. Мы в 2013 году обновили подвижной состав. Было куплено 6 автобусов, было куплено 1 трамвай и 1 троллейбус. Также было закуплено 13 низкопольных трамваев. Также в 2013 году были закуплены еще 24 автобуса по лизинговой схеме. Это пазы, и все они сегодня введены в эксплуатацию и работают в городе. Что дальше будет делаться? В 2014 году эта программа продолжится? На 2014 год у нас тоже есть деньги, порядка 190 миллионов. Это на закупку, мы сейчас как бы думаем, мы покупаем трамваи или троллейбусы. Но это в Туле или по области? Это только для Тулы. А что делается тогда по области? А по области у нас коммерческий транспорт ездит с вами. То есть это полностью на совести частных перевозчиков? Да. Спасибо вам за интервью. Спасибо.